Браслет не может, но мочить можно, снимать не надо, хорошо? Почти как в заграничном отеле, только все туристы женского пола, да и роддом, местом отдыха назвать трудно. Теперь всем мороженецам при поступлении надевают на руку ленту, на которую нанесены все необходимые для врачей данные. Это для того, чтобы если вдруг у женщины в бессознательном состоянии, или что-то, ну, чтобы было и фамилия, имя, отчество и номер истории болезни. Наталья Третьяк, первого ребенка, рожала 10 лет назад. Говорит, что условия в роддоме спустя десятилетия очень сильно изменились. Да, действительно, то есть все на глазах, потому что я помню, что первый ребенок, мы этого не видели, и уже привозили его, уже с Берчика, при нас этого не делось. Теперь вместо архаичных кусочков клеенки на бинтике, дочка Натальи носит два браслета. Первый появился сразу после родов, чтобы ребенка не перепутали, второй на деле чуть позже, уже со всеми данными после определения веса и роста. Ужасные эмоции, потому что ребенка, которого я воспитывала три месяца, кормила грудью, он для меня родной все равно. Технические новинки в Челнинском роддоме появились после грандиозного скандала с подменой детей. Две женщины, рожавшие в один день, засомневались в том, что им принесли их же детей. В роддоме двух мам даже отказались слушать, и женщины сделали анализы ДНК, которые подтвердили факт подмены. Прокуратура выяснила, что главной причиной стала неудокомплектованность оборудованием роддома. После этого ЧП руководство заказало вот такие браслеты-идентификаторы для взрослых и детей на общую сумму почти в 400 тысяч рублей, что, возможно, существенно дешевле компенсацией морального ущерба в случае, если новорожденных вновь перепутают. Дмитрий Аверкиев, Лилия Денисова, Алексей Шатунов, Телеканал Эфир.